Поможет и обычному человеку, в чем я лично убедился, поможет почти везде. С детства помню советский мультик, где ежик вразумлял зайчика, что палка это многозадачный спутник тура туриста. Так что не удивился, когда на обзор получил одну палку, именно в такой дозировке с ними и расстается продавец, ежик про одну палку и толковал. А вот производитель предназначает палку, как ясно из этикетки, как опору для тента, про это применение ежик не рассказывал, так как ночевать они не собирались. Рассчитывать, что будет просто отбиться от собак такой легкой палкой, я не стал ежиком жить не так опасно, как человеком, есть ежа запасной вариант, свернуться клубком, поэтому применил палку для поиска грибов. И тента у меня нет, и незачем его разворачивать, когда все время движешься, так что подготовленные производителем особо приятные чувства от помощи палки при разбивке палатки я не ощутил. А вот про грибы он волк ни разу не вспомнил. Зато пообещал встроенную пружину, и старательно разрисовал нескладную секцию своими заклинаниями. Все заявленные продавцом размеры палки совпадают с действительностью, ее действительно можно сложить до 51 сантиметра, и растянуть до 115 сантиметров. Размеры, нанесенные же на шкалу палки, привирают, нанесены для плезиру феншуа. Как и можно было ожидать, рекордные размеры палки достигаются на пределе прочности, если палку полностью растянуть, то жесткость у нее слабая. Ручка у палки якобы особо эргономичная, с прочным немарким темляком на кумполе, и неразгаданного назначения длинной накладкой и спинорезины снизу. Мне больше всего понравился большой, упористый и прочный кумпол. В кумпол вделан лживый компас, да, на стальной предмет он реагирует, но не обладает свободным вращением картушки, поэтому может показывать туда, куда сам захочет. Вот вроде бы правильная мысль была у дизайнера, но он волк воплотил ее в своих интересах. По такому компасу красная шапочка сможет найти себе еще больше ненужных приключений. Снизу у палки имеется навинчиваемый конусный упор, для легкого грунта. Сопротивление на песке упор развивает достаточное, хотя он и не огромный лапоть, вполне удобный размерчик. Так, наконечников у палки два, твердую шесть лучевую звезду закрывает резиновая пятка. Скрытого символизма в такой форме наконечника я не понял. Но да, твердый и бутылку царапает, и кафель, но его явно сделали с возможностью еще и сверлить камень, причем в любую сторону, по образцу лучковой пилы. Для чего это мне может пригодиться, я также не догадался, но на всякий случай замерил диаметр наконечника. Оказался 4 миллиметра. Возможная глубина сверления такая же. В новейших опытах реконструкторов древнего Египта, по сверлению отверстий в граните для воссоздания технологии постройки пирамид, размеры отверстий были побольше. Вообще, он волк хитрый предмет для человека с советским прошлым. В сравнении с советским фотоштативом, палка обладает прямо противоположным принципом действия. У штатива надо крутить муфты, а у волка – суставы. Причем суставы у палки легко выдергиваются. То есть, разукомплектовать палку проще простого. Зазевался один раз, и привет, суставчик. Электрического контакта в звеньях палки нет, поэтому применить ее как элемент антенны не получится. С одной стороны, конечно, удобно выдернуть сустав, чтобы киса и ося, получились изящнее, но лучше бы этой особенности не было. На фото отлично видно, что запас по длине, от предупредительной полоски стоп, у суставов совсем небольшой. Случайно разукомплектовать выдернутый состав тоже несложно, его фиксирует всего лишь стопорная шайба, он волк по-прежнему действует в своих интересах. Изучение анатомии я на нижнем суставе и закончил, замерив на всякий случай, а вот какой он был здоровый. Если таскать с собой еще этот советский фотоштатив, то рано или поздно, что-то одно из двух, штатив или палку, пользователь поломает, перепутает способы сборки-разборки этих внешне похожих предметов. Но даже если о таком штативе у пользователя нет и воспоминаний, то и в этом случае жизнь легче не станет. Пользователю надо, постоянно заботиться о том, чтобы не вытянуть сустав сверх мера. Нет кустов возможно увидеть только при хорошей освещенности, никаких тактильных ощущений о приближении к порогу вытягивания сустав не дает. Крутить суставы в строгой очередности, крутить в правильных направлениях, которые указаны, но не выделяются из прочих надписей, крутить гладкие суставы или голыми руками, представляю себе ощущение на морозе. Или кожаными перчатками. Но это все придирки, пользы от палки больше, чем неприятностей. Отрегулировать ее в конце концов под себя можно, и дальше начинается эта самая польза. При ходьбе палка помогает, даже и в одном экземпляре, начинает работать хоть одна рука, и ходьба получается быстрее. Пружина действительно смягчает удары. Ход ее около трех сантиметров, жесткость нормальная. Лично мне удобнее всего было опираться основанием большого пальца на самый кумпол, а не проверять особую эргономичность боковой поверхности рукоятки. Темляком можно притягивать к себе некоторые особо интересующие ветки. Если запомнить погрешность, можно измерять высоту саженцев. Ворошить лесную подстилку палкой удобно, но ни одного гриба я не нашел. Наверное, можно применить, как селфи-палку, не пробовал. Итого, покупать лучше всего не меньше двух штук, чтобы получить полный эффект при ходьбе, как опора для палатки, может пригодиться далеко не со всяким фасоном палатки, когда у палки все работает, польза от нее заметная, но палке ежик уступает. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...